Так, есть только два купальника, вот такие шикарные, это Кевин Кляйн, я себе такой же оставила, слушайте, вообще потрясающий, единственное, он не подойдет, у кого очень большая грудь, на среднюю маленькую хорошо будет. Есть Элечка на Эльку и Эмка на Эмку, Элечка 98 обхват груди, 95 подойдет бедра, 108, 105 подойдут, 110, на 112 тоже налезут трусы, обхват груди, допустим, если 100, уже туговато будет. Вот, все подтягивает, шикарно, так, вот это вот Элечка, так, вот такие вот, изумительно, вот тут вот, пупку подтянут, сделано вообще классно, такие яркие, так, вот такие трусики. Ну, я говорю, он не на очень большую грудь, вот так вот, топик такой. Померю, но я тороплюсь уже, мне надо уходить срочно. Вот такие вот трусика. Поверьте, сидит изумительно, вот такой вот купальник. Очень красивые очки Винска Мута, 14,5 у них между дужками, вот такого плана. Вот такие красавцы, это, знаете, кто не любит, чтобы солнце сбоку попадало, вот видите, такие ребрышки, и у вас глаза будут полностью защищены, даже когда в машине будете ехать, у вас не будет вот сюда попадать солнце. Не надо вот эту вот отгибать, все защищено, и не видно, и защищено. Вот такие очень тоже удобные, смотрите, как красиво сделаны. С кому-то легкие, удобные. Суперские. Так, друзья, вчера на распродаже вот такие очки я урвала. Я их взяла, потому что у меня давно спрашивали, вот без металлического обрамления. У меня такие были ковачи, вы знаете, всех ребёнок я как-то больше не видела, но на скидках. И вот купила вчера очки John Varvatos. John Varvatos бренд. Я вчера думала Balenciaga. Думаю, ничего себе я нарвалась. Он тоже дорогущий. Вот я сейчас открыла. Представляете, 300 долларов, 200 авиаторы. Ну, вот такого плана. Вот это 200 долларов. Вот эти 300 у него. Дорогущий бренд. Вот эти вот похожи где-то на 300 долларов. В общем, шикарные очки. Вот здесь вот написано. Его бренд. Вот он. Вот здесь первая буква. Посмотрите, как они смотрятся. Сидят изумительно. Такие женственные. Вы знаете, как звезда из Голливуда. Они, видите, ещё металлом не обрамлённые. Очень классные. Я их пришлю, но в чехле из-под Гуччи. Они были в таком позорненьком. Ну, потому что на распродаже. Положу в чехол из-под Гуччи. Вообще класс. Лёгкие, удобные. Прям такие качественные. Знаете, всё. Комар носа не подточит. Шикарные. 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 Так, сейчас прослушала, как его зовут. Джон Варватас. Вот так вот как-то озвучивает мне. Понятно, что... Джон Варватас. Не очень перевод. Так, вот есть в таком жёлтом чехле из-под Гуччи. И в чёрном. Ну, понятно, что кто первый закажет, тот может выбрать чехол. Вообще шикарные очки, шикарные. Такие чехлы. Один чехол стоит, я смотрела на ebay, 35 долларов. Ну, продают отдельные чехлы. От Гуччи вот такие чехлы по 35 долларов. Мужские очки. Это Tommy Hilfiger. 14,5 между дужками. Вот такие, как у Карла Лагерфилда. Такой же стиль. Это классический. Тут уже знак его. Лёгкие такие, видите, они чёрные. Tommy Hilfiger. Вот такого плана. Мужские. Шикарные очки Tommy Hilfiger. 14 сантиметров. Смотрите, вот такие тёмно-синие. Очень красиво сделаны. Hilfiger. Здесь тоже. Наиудобнейшие. Сидят вообще шикарно. Вот такого плана. Смотрите, какие классные. Так, вроде и тёмные, да? Как будто чёрные. А на самом деле, если солнце падает, они синие становятся. Так вот красиво. Ничуть не хуже, чем Гуччи. Ничуть. Мужские очки ГЭС. 13,8 между дужками. Вот такие. Лёгкие. Стильные. Классика. Вот так вот они будут выглядеть. На вашем мужчине. Это классические очки. Мужские. Так вот, всё по-мужскому сделано. Матовые. ГЭС. Никаких тут стразиков. Цветного чего-то. Очень удобное, кстати. 14,3 сантиметра между дужками. Смотрите, какие крутые очки. Стив Маден. Вообще здорово так сделаны. И сейчас, видимо, модные вот такие стёкла. Я себе тоже Макс Мара оставила. Вот с такими обрамлением. Смотрите, какие крутые. Очень удобные. Смотрится вообще шикарно. Стив Маден. И внутри. Так вот тоже Стив Маден. Очень удобнейшее. Так, представляю вашему вниманию единственные неповторимые вот очки Макс Мара. Дорогущий бренд. Так, сколько интересно они стоили? Короче, 300 долларов. 300 долларов у них цена. Я себе одни такие взяла, а одни на продажу. Так, тряпочка протирать. Вот такой чехол у них. И посмотрите, какие они крутые. Макс Мара. Это знак. Здесь тоже. Посмотрите, какие классные. Сидят изумительно. Вот тут такие необычные. Сидят очень хорошо. Я целый день проносила свои. Просто отлично. Носятся. И вот такие вот необычные. Знак Макс Мара. Душки, видите, внизу. Вообще класс. Сделаны отлично просто. Так, 15 сантиметров между дужками. Это Томми Хиллфигер. Вот такие авиаторы мужские. Классные. Вот в таком пакетике. Вот так вот они сидят. Наиудобнейшие. Томми Хиллфигер. Так, вот так вот. Очень симпатичные очки. И это ГЭС. 14,3 сантиметров между подмышками. Смотрите, какие симпатюли. Они сидят изумительно. Я показывала Гуччи. Вот это в 5 раз дешевле, чем Гуччи. Сидять ничуть не хуже. Шикардос. ГЭС. Убожаю очки в Америке. Все. Но не все. Тут есть, конечно, тоже неудобные. Я их никогда не беру. Беру только наиудобнейшие. 14,8 между дужками. Вот такие крутые авиаторы женские. Здесь так красиво сделаны. Вот стразы. Такие, видите, красивенькие. Такое прям качество хорошее. Так вот они. Сидят изумительно. ГЭС. Авиаторы женские. Протереть еще надо. Тщательно. ГЭС. Здесь у них двигаются дужки. Так, 14,5 между дужками. Изумительные очки ГЭС. Наиудобнейшие. Вот такого плана. Очки стрекоза. Очень удобные. Сидят замечательно. Здесь можно поносу отрегулировать. Друзья, это все очки у нас с магазина. Можете перейти на страничку магазина. Нажать меня в синем кружочке в верхнем левом углу под видео. Ссылка и на баннере. Правый нижний угол. Нажимаете, вас перекидывает на наш магазинчик. Завозим товары два раза в неделю. Можете перейти и посмотреть оставшиеся очки. Может быть, что-то выберите.